Мы в однокомнатной квартире площадью 47 квадратных метров. На полу у нас крупноформатный керамогранит. Вот посмотрите, какие эмалированные двери. Здесь у нас потайной люк, за ним спрятаны все коммуникации. Здесь сделан небольшой декор. Мы выделили таким вот декором такой лайфхак для того, чтобы одним кондиционерам обойтись в однокомнатной квартире. На полу у нас инженерная доска. Что важно, должно быть расстояние между стеной и доской. Ремонт практически готов. Всем привет! Приехали в жилой комплекс Пикассо, для того, чтобы снять обзор на наш проект, а также полной его реализации. Итак, мы в однокомнатной квартире площадью 47 квадратных метров. Находимся с вами в коридоре и сейчас пойдем по чистовым материалам. Значит, на полу у нас крупноформатный керамогранит. Вот с таким вот рисунком в виде квадратиков. Сделан единым ковром с кухней. Вот вы можете видеть никаких дополнительных соединений. Обычно делают только прихожую зону. Вот предположим, вот только вот так вот, да, а дальше уже идет там ламинат, кварцвинил или инженерная доска. Но в данном случае заказчик пожелал все сделать из керамогранита. Вот здесь у нас пустое место. Скоро здесь появится тумбочка, на которую можно будет присесть и одеть ботинки и так далее. И, соответственно, по левую сторону у нас здесь будет висеть огромное зеркало. Дальше. Здесь у нас санузел. Вот, посмотрите, какие малированные двери. Цвет, можно сказать, кофе с молоком, но немножко темнее. Очень приятный на ощупь. Очень добротно сделаны. Попадаем с вами в санузел. Заметьте, здесь плитка такая же, как и здесь. Крупноформатный керамогранит. Значит, от инсталляции заказчик решил отказаться. Вот ему понравился вот такой вариант. Классический, обычный унитаз с бачком. Вот это место пока еще свободно, но скоро сюда приедет стиральная машина. Вот уже сделана подводка воды. Также канализация и, соответственно, розетка. Вот вы можете видеть, сделан гигиенический душ и смеситель для управления температурой. Полотенцесушитель изначально должен был стоять вертикально. Но после того, как заказчик захотел поставить вот такой огромный бойлер, здесь у нас места не хватало, и поэтому было принято решение этот полотенцесушитель установить горизонтально. Вот, еще один очень важный момент. Вот видите вот эту гибкую подводку. Рано или поздно она протечет. Вот сейчас это временное подключение, но чуть позже мы заменим эти подводки на трубу рихау, чтобы это было соединение практически вечное и можно было не переживать. Старайтесь уходить от гибких соединений, потому что они очень ненадежные. Ну, соответственно, эта розетка сделана для того, чтобы подключить бойлер. Когда он потребуется, он будет, соответственно, подключен. Значит, смотрите, здесь у нас потайной люк, за ним спрятаны все коммуникации. Не самый правильный вариант располагать эту крайнюю плитку для люка, но в данном случае выбора не оставалось, и поэтому единственное правильное решение – расположить люк с краю, вот, ближе к этому углу. Также вот здесь, смотрите, есть серия розеток. Четыре – это, конечно, много, но кашу маслом не испортишь. Скорее всего, что достаточно две, но вот пожелание заказчика было сделать четыре. Майдадыр здесь немножко в оригинальном исполнении. Вот такая вот небольшая столешница, отдельно стоящая раковина сверху, смеситель, а снизу уже выдвижной шкафчик для предметов гигиены. Ванна у нас метр семьдесят, вот это вот расстояние. Смотрите, смеситель сделан посередине, обычно его делают в изголовье, но в данном случае сделали вот посередине. Соответственно, душевая стойка, душ, и здесь сделан небольшой декор, такой вот плиткой, и немножко разбавляют общую серую картину. И также вот здесь сделаны полочки и вешалки. Все практически в один тон темного цвета. Очень хорошо сочетается с серыми стенами. Также вот светильник черного цвета и, соответственно, зеркало. Проходим дальше. Значит, что хотел еще сказать по поводу коридора. Вот у нас сделаны выводы под кондиционер. Когда нужно, чтобы было холодно на кухне, эта дверь у нас закрыта. Соответственно, кондиционер дует сюда и прохладно в коридоре и в кухне. Когда нужно, чтобы было холодно в комнате, мы, соответственно, открываем дверь в комнату, ну, полностью, и у нас холодный воздух попадает в комнату. Пожалуйста, такой лайфхак для того, чтобы одним кондиционером обойтись в однокомнатной квартире. Значит, проходим дальше. У нас кухня достаточно просторная. Вот уже потихонечку привозят мебель, соответственно, здесь у нас будут стулья, обеденный стол и угловая кухня буквы Г. Уже сделан фартук, он тоже, видите, черного цвета. И серые стены очень хорошо сочетаются с таким цветом. Плюс стена там, где будет находить мебель. Вот мы выделили таким вот декором, если можно сказать орнаментом. Это обои с рисунком. Достаточно симпатично смотрится. Кстати, вот плинтусов еще нету по всей квартире, они еще не приехали. Плинтус будет МДФ, он скоро приедет, и мы его доставим уже. И также ждем мебель в прихожую, в комнату. Но в комнату мы пройдем попозже. Потолок у нас весь в квартире из гипсокартона. То есть, может быть, там показалось, что это натяжной. В ванне, в коридоре, на кухне, а также в комнате все сделано из гипсокартона. Отопление мы здесь не меняли. И вот, видите, да, выводы сделаны из пола. А практически во всех наших видео, где мы меняем отопление, у нас уже выходы сделаны из стены, для того, чтобы не подрезать чистовое покрытие. И это соединение смотрелось более красиво. Так что, если вы отопление не меняете, хотя бы ставьте мультифлексы для того, чтобы подводка радиаторов была из стены. Не пожалеете, это смотрится намного красивее, чем вот такой вот вариант. Из потолка у нас, где будет обеденный стол, вот спускается такая люстра. Ждем кухню. Скоро ее привезут, смонтируют. Также сделаны дополнительные вытяжки. Здесь у нас будет стоять варочная панель. Ну, соответственно, вытяжка. А это сделана дополнительная вентиляция уже полностью из кухни. Входная дверь не меняли, она осталась также от застройщика. Электрощиток. Ну, соответственно, с автоматами. Все разбито по группам, как надо. Диф-автоматы в одной автомат и так далее. Так, теперь проходим в комнату. Комната. На полу у нас инженерная доска. Обычно мы ее клеим на двухкомпонентный клей к стяжке. Но в данном случае заказчик пожелал, чтобы мы ее положили на пробковую подложку. Вот вы можете видеть результат этой работы. Что важно? Вот смотрите, сейчас плентусов нету, и это очень заметно. Значит, должно быть расстояние между стеной и доской. Неважно, это ламинат, инженерная доска, паркетная доска. Тем более, если уложена на подложку. Потому что если клеится, то есть это менее важное расстояние. Но когда материал на подложке, дерево расширяется, и оно может упереться в стену. И могут получиться волны на чистовом покрытии. И потом придется снимать плентуса и подрубать в тех местах, где доска уперлась в стену. Очень внимательно отнеситесь к этой работе. Это очень важно. Так, что еще хочу отметить. Плентуса должны быть МДФ. Обои у нас флизелиновые, потолок из гипсокартона покрашен водоэмульсионной краской. Вот смотрите, вот вы видите вот эти уступы. Раз уступ, и, соответственно, вот второй. Его расстояние тут, в принципе, порядка 5 сантиметров. Почему они получились? Монолитный пилон, монолитный пилон, да, это заполнение у нас из газобетона. То есть толщина бетона, она больше, чем газобетонный блок. Поэтому и остается вот такой выступ. Что мы рекомендуем? В случае большой толщины мы закладываем блоком толщиной 5 сантиметров, чтобы сравняться с монолитным пилоном. Или, когда этот выступ маленький, там 1, 2, 3 сантиметра, то мы просто сплошняком штукатурим стену и полностью ее ровняем. То есть вот таких вот уступов обычно у нас нет. В данном случае заказчик не захотел съедать это пространство. И, соответственно, мы сделали по минималке, и вот остались такие выступы. Также вот уже приехал диван. Он у нас будет немножко, после того, как плитуса поставят, он сдвинется к стене. Здесь у нас будет телевизионная зона. А здесь у нас будет стоять кровать и небольшой шкаф для личных вещей. Также вот здесь вот очень интересный подоконник, подоконник, а также вся оконная зона, видите, она буквой Г сделана. То есть вот здесь такая небольшая фромуга. Чем больше окна, тем больше света попадает в помещение. Здесь также отопительный прибор не менялся и не менялась подводка. То есть вот правильный вариант это сделать подводку стены, чтобы не надо было резать чистовое покрытие. Вот такая симпатичная люстра в виде брусники. Не знаю, вот брусник у напоминают эти шарики. Достаточно интересно. Ремонт практически готов. Осталось поставить плентуса и уже установить мебель, поставить внутренний блок кондиционера. Также вот здесь у нас есть еще отверстие под пожарку. Вот такая стильная однушка у нас получилась. Все ваши вопросы оставляйте, пожалуйста, в комментариях. Я обязательно на них отвечу. Также хочу выразить благодарность за то, что пишите комментарии, ставите лайки. Не забывайте подписываться на наш канал. Дальше будет интереснее. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok